Балконы подвержены воздействию механических нагрузок, а также неблагоприятных атмосферных условий. Среди факторов, чаще всего вызывающих повреждения балкона, следует перечислить циклическое замерзание и оттаивание воды, а также шоковые колебания температуры. Компания QuickMix предлагает комплексную систему материалов для балкона, которая гарантирует безаварийную эксплуатацию балкона. Работы начинаем с укладки на железобетонной плите балкона наклонного слоя. Для выполнения наклонного слоя рекомендуется использовать цементную мелкозернистую стяжку ZE04. Во время укладки наклонной стяжки вдоль края балкона в свежий раствор ZE04 необходимо вдавить специальные планки PCV. Планки PCV поставляются в комплекте с алюминиевым профилем. На следующий день после укладки стяжки планки PCV убираем. В слое стяжки ZE04 остаются тщательно выдавленные углубления, в которые монтируются алюминиевые балконные профили. Основание должно быть чистым, прочным и без трещин. Цементное молочко и любые загрязнения следует удалить. Основание должно иметь наклон около полутора процентов в сторону края балкона. После схватывания стяжки приступаем к монтажу алюминиевого профиля. Монтаж профилей начинаем с предварительной установки угловых балконных профилей. Необходимо тщательно измерить длину профилей, затем опиливаем профили нужной длины пилой для резки алюминия. Не допускается резка профиля с помощью инструментов, вызывающих нагрев металла, например, угловых шлифмашинок. Затем монтируем отпиленные по размеру прямые отрезки балконных профилей, таким образом, чтобы между отдельными профилями оставались расширительные швы шириной минимум 2 мм. Во время предварительного монтажа намечаем места, в которых будут сверлиться отверстия для пластиковых дюбелей. Дюбели следует устанавливать примерно каждые 50 см. Монтажные отверстия просверливаем сверлом диаметром 8 мм. После высверливания отверстий устанавливаем в них пластиковые дюбели. Впитывающие основания грунтуем универсальной грунтовочной эмульсией UG. Грунтовка выполняется с целью выравнивания впитывающей способности основания, а также увеличения адгезии изоляционного слоя. Для герметизации соединения алюминиевого профиля с наклонной стяжкой край балкона следует покрыть тонким слоем герметизирующего раствора FDS2K. После тщательного вымешивания сыпучего компонента с жидким с помощью мешалки на низких оборотах и выдерживаний около 2-3 минут раствор необходимо еще раз тщательно перемешать. Герметизирующий раствор FDS2K наносится на край балкона с помощью малярной щетки с длинным ворсом. В свежий слой герметизирующего раствора FDS2K кладем отпиленный по размеру металлический профиль. Во время монтажа алюминиевых балконных профилей необходимо помнить о монтаже пристенных бордюров, которые защищают фасад от загрязнения водой, стекающей с поверхности балкона, а также соединительных элементов, скрывающих места соединения отдельных балконных профилей. Алюминиевые профили дополнительно закрепляем с помощью шурупов с плоской головкой. Расширительные швы между профилями заполняем силиконовым герметиком. После завершения монтажа алюминиевых профилей необходимо выполнить водонепроницаемый изоляционный слой. Изоляцию выполняем из двухкомпонентного герметизирующего раствора FDS2K. После тщательного перемешивания сыпучего компонента с жидким наносим герметизирующий раствор на поверхность балкона с помощью малярной щетки с длинным ворсом. Изоляционный слой необходимо вывести на стену здания, а также на порог балконных дверей. Изоляционный слой следует укладывать за два рабочих цикла. Общий расход герметизирующего раствора должен составлять около 4,5 килограмм на метр квадратный. Герметизирующую ленту DBF следует вклеить также вдоль установленных ранее алюминиевых профилей. Соединение балконной плиты со стеной следует герметизировать герметизирующей лентой DBF. Второй слой герметизирующего раствора наносим с помощью терки только после высыхания первого слоя. После пополнения изоляционного слоя удаляем зеленую защитную ленту, предохраняющую водоотводящие отверстия в профиле от случайного загрязнения. По прошествии около 24 часов можно приступить к приклеиванию керамической плитки. Для приклеивания керамической плитки на балконе рекомендуется эластичный плиточный клей FX600. Плиточный клей необходимо тщательно перемешать с водой в количестве около 5,5 литра на мешок. По прошествии около 2-3 минут раствор необходимо еще раз тщательно перемешать. Керамическую плитку на балконе приклеиваем комбинированным методом, то есть плиточный клей наносится на балкон, а также на изнаночную сторону плитки с помощью зубчатой терки. Такой способ укладки исключает появление под плиткой пустых пространств, увеличивает стойкость керамической облицовки к воздействию атмосферных факторов, а также точечные механические нагрузки. Керамическую плитку при приклеивании нужно тщательно прижать, затем слегка переместить и поставить на нужное место. Между крайней плиткой и алюминиевым профилем нужно оставить расширительный шов шириной минимум 5 мм. С помощью уровня нужно проверить правильность укладки плитки, а также уклон балкона. Для получения одинаковой толщины швов рекомендуется использовать дистанционные крестики. Предлагаем использовать плитку светлых цветов, морозостойкую и антискользящую. По прошествии около 2-3 дней после схватывания и высыхания клея можно приступить к затирке швов керамической плитки. Щели между плиткой тщательно очистить, удалить остатки клея. Для затирки швов на балконах рекомендуется использовать быстро схватывающую затирку FF911. Эта затирка предназначена для затирки швов шириной от 2 до 12 мм. Содержимое 5 кг упаковки тщательно перемешиваем с примерно 1,2 литрами чистой воды до момента получения однородной консистенции. Примерно через 3 минуты раствор необходимо еще раз тщательно перемешать. Тщательно заполняем швы между плиткой и затиркой. По прошествии около 30 минут поверхность плитки нужно несколько раз протереть влажной губкой. Последним элементом работ является заполнение щели между керамической плиткой и балконным алюминиевым профилем. Сначала вдавливаем в щель дилатационный шнур диаметром 6 мм. Затем заполняем щель силиконовым герметиком. Таким же образом заполняем силиконовым герметиком шов между плинтусом и полом балкона. По прошествии около 24 часов балкон можно эксплуатировать. Тщательное выполнение показанных в ролике работ гарантирует многолетнюю эксплуатацию балкона без ремонта. Компания QuickMix предлагает также модифицированный балконный профиль. Этот профиль позволяет осуществлять быстрый и простой монтаж кронштейнов для водосточных желобов и желобов из пластика.